Ну что ж, всем привет! Снова я с вами. Что-то я уже засиделся немного, пару дней я ничего не снимал. И вот почувствовал, что я начинаю прокрастинировать, или слишком сильно переключился на какие-то другие дела, из-за того, что я в теле. И прям понимаю, что чем дольше я сижу, чем сложнее меньше собой что-то сделать, чем дольше я сижу без движения. Но надо приложить некое усилие, не знаю, оторвать свою задницу от дивана, от стула, и приподнять ее, и вынести ее на каких-нибудь 2 свободных квадратных метра, чтобы просто что-то поделать с собой, не знаю, просто встать, видеть атмосферу. И вот, я это сделал, я снова здесь, перед вами, и я подумал, чего же я бы хочу такого поделать с собой, чтобы это было несложно, просто и как-то вовлекло меня в некое физическое действие, приближенное к тому, что можно называть танцем. И сегодня пришла в голову такая идея поработать с ритмом. Ритм. Мы будем выхлопывать сначала ладошками, чтобы понять, как его можно развивать. Он может быть какой-то постоянный, ровный, ломанный, синкопированный, то есть, в свою очередь, в свою очередь, в свою очередь, в свою очередь, в свою очередь. То есть, за вопрос вашей фантазии, того, как вы в своей голове можете нарисовать этот ритм, попробуйте сначала ладошками что-нибудь нахлопать, например. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Вот. Это может быть что-то очень простое, то есть, ритм может продолжать крутиться в вашей голове. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Может быть, может быть, стоит шагать так, чтобы вы слышали ваши шаги? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот, это какая-то простая вещь, простая схема, которая у меня получилось, у вас будет получаться то, что у вас получается. Вы увидите, как на самом деле ритм, он сам развивается из ваших перемещений, вращений, необходимостей подпрыгнуть, подставить ногу. Танец будет рождаться прямо из-под ваших ног. Ну что ж, попробуйте. В любом случае это позволит нам как-то подвигаться, и вот этот творческий подход, он пробудет у нас детей, не знаю, пробудет у нас фантазеров, творцов. На самом деле, я думаю, что всем нравится что-то создавать, придумывать, творить. И это тоже наполняет нас вдохновением. Поэтому если вы создадите что-то ваше, ваше личное, индивидуальное, ваш рисунок, ваш ритм, ваш танец, это будет маленькая победа, маленький успех, и это не может не наполнить нас вдохновением. Что ж, пробуйте, наслаждайтесь, танцуйте, экспериментируйте, и не стесняйтесь простых вещей. Начинайте всегда с очень чего-то простого и легкого, оно всегда приведет вас к чему-то интересному. Интересному, если уделить этому достаточно внимания, дать этому достаточно времени, чтобы оно развилось, подождать, посмотреть, и вы сами увидите, что из этого произойдет. До новых встреч! С вами был ваш Руслан Баранов.